Заблокировали аккаунт на Алиэкспресс, причины этого и можно ли его разблокировать. Так что сегодня мы поговорим о причинах блокировки аккаунтов на Алиэкспресс, а также о том, как его разблокировать. Конечно, бывают и такие случаи, когда администрация блокирует учетки добросовестных пользователей, которые не сделали ничего предосудительного. Но почему-то попали в поле зрения службы безопасности. На самом деле, блокировка аккаунта на Алиэкспресс редкость и в большинстве случаев пользователь действительно заслуживает бан. Одно время данная проблема даже стала настолько популярной, что они писали многие российские интернет-издания, мол Алиэкспресс массово банит пользователей из России. Причем делает это необоснованно и без причины. Но это неправда, россияне покупают на Али больше кого бы то ни было, так что блокировать их просто так не очень выгодно для китайцев. В данной статье мы поговорим о том, как разблокировать свой аккаунт на Алиэкспресс. А также разберемся в различных ситуациях и причинах, по которым ваш профиль могут забанить. Заблокировали аккаунт на Алиэкспресс, причины этого и можно ли его разблокировать, почему Алиэкспресс блокирует пользователей. Начнем с того, что официальный перечень причин, по которым администрация Алиэкспресс заблокировать ваш аккаунт, я не нашел. Может быть его не существует, может я плохо искал, не знаю. Так что будем опираться на собственный опыт, информацию из интернета и рассказы пользователей. Одна самая распространенная причина блокировки – злоупотребление программы и защита покупателя. Если вкратце, то за большое количество споров или за отсутствие доказательств в одном из них вас могут попросту забанить. Причем не важно, злоупотребляете вы спорами или же вам действительно не везет с заказами. Открыли 2-3 диспута за короткий промежуток времени – ловите бан. Открыли диспут и не смогли привести достаточных доказательств – тоже ловите бан. Естественно под раздачу попадаются и обычные покупатели, открывшие спор из-за действительно некачественного товара. Во многом такая неразборчивость связана с тем, что развелось очень много хитрецов, которые пользовались защитой покупателя, чтобы не платить за свои заказы. Однако если вы не из их числа и можете доказать свою правоту, то вполне реально разблокировать свой аккаунт. Два много неоплаченных заказов, да и если вы создали большое количество заказов, но так и не оплатили их, вас также могут заблокировать. Так что, если вы в последний момент передумали покупать, не забывайте отменять заказы. Три подозрения в мошеннических действиях. Чаще всего, данная причина встречается, когда вы оплачиваете товар чужой картой, например, мужа, родственников и так далее. Аккаунт создан на ваше имя, получатель тоже вы, а вот платеж совершается с банковской карты другого человека. Конечно у службы безопасности возникнут вопросы. Причем в данном случае аккаунты блокируются без возможности восстановления. Об этом свидетельствует сообщение. «Your account has been disabled. You are not allowed to submit new complaints. Ваш аккаунт был заблокирован. Подавать новые жалобы не разрешено. Так что, старайтесь оплачивать товары сами, либо покупайте через аккаунты родственников с их данными. Четыре неактивированные аккаунты. Вы зарегистрировали учетную запись на Алиэкспресс, но не прошли процедуру активации. Через какое-то время ваш аккаунт может быть временно заблокирован. Но тут все решается, просто проходите активацию и все в порядке. 5. Временная блокировка по соображениям безопасности. Возможно на вас пожаловался кто-то из продавцов, возникли проблемы с оплатой. Или администрации показались подозрительными, какие-то ваши действия на сайте, вы много раз неправильно ввели пароли от своей учетной записи и так далее. Опять же данная проблема решается довольно просто, через реактивацию аккаунта. 5 причин по которым вас могут заблокировать на Алиэкспресс Как разблокировать аккаунт на Алиэкспресс Что мы имеем в итоге? В случае временной блокировки или неактивированного аккаунта проблем возникнуть не должно, все решается в пару кликов. В случае блокировки за мошеннические действия без возможности восстановления также все понятно. Так что рассмотрим вариант с блокировкой за злоупотребление защиты покупателя. Что можно предпринять в данном случае? Как помню проще создать новый аккаунт и не париться. Однако, если у вас хороший рейтинг, неиспользованные купоны, много заказов в пути и так далее, то можно попробовать разблокировать свой аккаунт. Для этого вам необходимо зайти в свой профиль и перейти во вкладку «Мой Алиэкспресс» или любую другую кроме «Мои заказы». При этом вы будете перенаправлены на страницу с указанием причины блокировки. Тут нам нужна ссылка «Apple for Account Reactivation». Кликаем по ней и попадаем на страницу с формой заявки на реактивацию. Здесь вам придется ответить на несколько вопросов. Первый из них – вы ранее открывали споры. Кавычка-точка. При положительном ответе вас попросят указать номер заказа, по которому вы последний раз открывали спор. Причина открытия спора. Доказательства вашей правоты. Фото заключения почтового отделения и неполучения заказок фото товара, который не соответствует. Описание или фото заключения полиции. Дополнительную информацию, если споры вы не открывали, нажимайте «Нет» и у вас останется только поле для описания проблемы и аргументов в свою защиту. Также вы сможете загрузить фото доказательства, если они имеются. В любом случае заполняйте все максимально подробно и загружайте все доказательства, которые сочтете нужными. Ваша заявка будет рассмотрена в течение пяти рабочих дней, а ответ придет на почту, которую вы указали при регистрации. При этом стоит отметить, что с первого раза вас могут и не разблокировать. Но если повторить данную процедуру два-три раза, то шансы на успех значительно возрастут. П.С. Что касается онлайн-чата Алиэкспресс, то с вопросом о разблокировке аккаунта туда можно не соваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...